А где-нибудь что, Алиев подписывался или клялся на Коране, что он с той стороны будет устраивать инциденты, а с этой нет? Со стороны Сюника, с той стороны, со стороны границы между Арменией, ну или там линией соприкосновения, неважно, с Сюникской стороны, эти инциденты происходили, происходят довольно давно, они начали происходить сразу. Кстати, сейчас, скорее я думаю, ну надо изучать, конечно, но мне кажется, что собственно их меньше, чем в Сюнике. А теперь на Хичеванском направлении, а что собственно говоря? Мы же помним, да, примерно, ну вот с окончания войны, Первой войны 1994 года и по началу 2000-х годов на Хичеванская часть была очень спокойной. Там гораздо меньше было всего, чем на границе между Арцахом и Азербайджаном, на тогдашней границе, да, от Хурадиза до Матерлиса, вот это все время происходило. Но потом начало происходить и с Тахичеванской стороны. Это все части того давления, ну две вещи я скажу, да, во-первых, это давление Азербайджана на Армению. У Азербайджана есть цели, и Азербайджан этих целей пытается добиться, и он торопится, он пытается их добиться сравнительно быстро. Это достижение коридора, это я думаю, что одна из основных целей, если не основная. Под коридором, я имею в виду, не разблокирование дорог во все стороны, да, об этом Азербайджану не нужно, он об этом, в общем, не говорит. А речь идет о дороге из Азербайджана даже не в Нахичеванск, в Турцию. То есть, это дорога, которая должна по представлениям азербайджанцев проходить по, ну вот, через Бегли, из Азербайджана в Нахичеванск, из западной части, извиняюсь, из восточной части, наоборот, Азербайджана в Нахичеванск, дальше в Турцию. А при чем тут Елесах? А для того, чтобы армяне согласились на это и на другие требования, которые я еще не сказал, для этого на Армению надо давить, потому что Армении от, собственно, вот такого типа открытия дорог, так сказать, в кавычках, Армения от этого ничего не получает вообще. И это проходящая по территории Армении, если это будет, да, проходящая по территории Армении железная дорога. Поезда на ней останавливаться не будут, так хочет азербайджан. Да и странно предположить, что они там из Бегрии в какую-то деревню будут грузы возить. Нет, конечно. Ее безопасность будет обеспечиваться не армянами. Я не знаю, кем, русскими, турками, это не важно. Точнее, важно, но, в общем, не армянами, да. И это будет дорога в Турцию. И это проект политический, а не экономический никакой. Это же все просто, когда говорят о том, что экономика, это все, ну, не знаю для кого, для детей. Железная дорога из Азербайджана в Турцию существует. Называется она «Халкалаки Карс». И она, в общем, не работает. Ее много раз торжественно открывали, там, ленточки разрезали, вагончики туда-сюда ходили, а возить нечего, в общем. И вот это Азербайджан добивается. Кроме того, Азербайджан добивается договора, судя по всему. И договора он добивается в таких формулировках, которые для Армении недопустимы. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день. Кроме этого, одно из своих целей Азербайджан уже достиг. Об этом я говорил много раз в эфирах. Не Арцах, а то, Алиев поменял дискурсы внутри Армении. Мы уже защищаем Сюник. А теперь еще и Ерасх, а не Арцах. Арцах на заднем месте остался в лентах новостей. Арцах теперь не то, что первое и самое важное. Самое важное – это то, что происходит в Сюнике, вот теперь в Ерасхе и так далее. Мы уже об Армении говорим. И это намеренная политика. И она уже сработала, это уже так. О том, что происходит в Арцахе, каким образом регулируется или не регулируется арцахская проблема, о том, каким образом там все будет устроено и так далее, об этом говорится гораздо меньше, чем о том, что происходит на границе. Эта логика работает, потому что про Ерасх еще нет, а про ту границу, которая вот, восточная граница, от Грузии до Юга, до Ирана, об этом, во-первых, так пытаются делать, и об этом точно говорят, что мы безопасность свою переложим на третью страну. Третья страна будет нашу безопасность обеспечивать. Вы знаете, предположим, окей, предположим, интересы России и Армении в данный момент совпадут для того, чтобы какую-то безопасность Армении Россия обеспечивала, поставив своих пограничников, там, миротворцев, вооруженных людей, в общем, короче говоря, по этой границе Армяне, азборезы куда-то там отойдут, как говорится. Окей, в этом интересы могут совпасть, да, в общем, какая-то стабильность России здесь нужна. Но вот точно России все равно, кому, кто контролирует Севрич, или кто контролирует Капанский аэропорт, или кто контролирует тот или иной квадратный километр дороги, и вот Шуржана находится под обстрелом или нет. Не совпадают в этом интересы России и Армении, не могут совпадать, Россию это не интересует, Россия интересует, чтобы большой войны не было, чтобы было более-менее спокойствие, чтобы можно было вот работать с этими ребятами, армянами, азборезами. А куда там пройдет 10 квадратных километров, совершенно не интересует и не может интересовать. Вы знаете, Ерасх отличается. Ерасх отличается не только своим географическим положением, что это ближе к Еревану. Не только об этом речь, а может быть, не столько об этом речь. В Ерасхе позиции совсем другие. Эта граница существует давно. Эти позиции обустроены. И войти, взять какие-нибудь 20 квадратных километров, там принципиально сложнее, она обустроена, эта граница, и там по-серьезному давно существующая, так сказать, линия оборонительная. Тогда что это? Эта эскаляция как называется? Именно поэтому она проходит сложнее. Именно поэтому то, что в других местах они могли войти и взять какое-нибудь озеро, вот в Ерасхе у них это не очень получается, там речь идет о паре сотен метров, насколько я понимаю. И это сложнее проходит именно потому, что тут граница была, а там ее еще предстоит создать. Причем, к моему большому сожалению за то время, которое прошло после войны, но на самом деле можно было довольно много сделать, но этого не было сделано. Но тут в Ерасхе это сделали давно, и оно существует. Вот в этом отличие существует. А в том смысле, что почему это происходит по всей линии, ну мне кажется, что я сказал, не только психологическое давление, а разные виды давления. Это от этого до разговоров Алиева про то, что Карабаха уже там не существует, и азербайджанцы должны вернуться, я не знаю, в Ереван, в Севан, там, куда. Это все части того давления, в результате которого Азербайджан хочет добиться, а для этого деморализовать армянскую сторону, конечно. Что Азербайджан продолжает работать над укреплением своей армии, а укрепление азербайджанской армии, в том числе взаимодействует с турецкой армией. Турецкая армия – это все-таки армия НАТО. И причем серьезная армия НАТО. Сильная очень. И я после того, как, и во время, когда случилась война, вторая война в прошлом году, я сидел и смотрел в открытых источниках биографии тех офицеров и генералов, которые были опубликованы в качестве людей, которые командовали операцией с Азербайджанской стороны. По-моему, если я не ошибаюсь, боюсь я ошибиться, один или два исключения были. Все, практически без исключения, были с турецким военным образованием. А это приличное военное образование, повторюсь, это армия НАТО. И это, да, усиливает, и это один из способов давления тоже. То, что война невозможна, на мой взгляд, широкопасштабная война, вряд ли произойдет сейчас, это не означает, что это навечно такая ситуация. И они это делают, укрепляют. Азербайджан просто пытается добиться, выбрать свои выгоды до конца. Хорошо. Победили, давайте все загребем. Стратегия, которая принята, это стратегия такая, что нашу безопасность пока, по крайней мере, будет обеспечивать Россия. И мы будем работать с Россией таким образом, чтобы Россия постепенно, потихонечку выстраивала систему безопасности для республики Армения. Это и делается. Это не всегда легко. Русские в этом в чем-то заинтересованы, а в чем-то нет. Эта работа может происходить проблематично. И точно это не то, что вот сегодня решил, завтра сделал. Вы знаете, если вы меня спросите, краткосрочно правильно ли это делать, я скажу, наверное, да. Потому что, ну а что делать? Альтернативы. У тебя горит дом, но надо тушить пожар. Надо бежать за ведром в тот колодец, который есть, а не в тот какой-то очень хороший, который просто в другом городе находится. И из него пытаться каким-то образом с теми силами, которые есть, тушить. Другое дело, что одновременно с этим хорошо бы делать что-нибудь другое. Потому что великие державы, они же как Господь Бог, они помогают тому, кто сам себе помогает. Много чего, я уверен, можно было сделать за те месяцы уже, которые прошли после окончания войны, а стратегия пока не видна. Европа не хочет превращать Армению в Белоруссию. Европа не хочет, чтобы стратегия ограничивалась безопасностью. Да, конечно, безопасность Евросоюз вообще, безопасность предложить не может. У него ее нет. Он ее берет в Дату. Евросоюз сам безопасность не может, потребитель безопасности. Хорошо. Соответственно, но какая-то стабильность, отсутствие перспектив большой войны и какое-то развитие. Общество на Южном Кавказе – это нечто, что Евросоюз интересует. И в этом смысле, ну, они дают деньги, они, кстати, их и Украине, и с Молдовой, например, дают. И Грузии дают. И говорить, что 2,2 миллиарда – это какие-то сумасшедшие деньги, я бы не стал. Это, конечно, очень неплохо для нас по уровню нашего бюджета и так далее. Но, в общем и целом, Европа тоже пытается что-то делать для того, чтобы привести к какой-то стабильности. Все, кроме Азербайджана и Турции, хотят этого. Хотят, чтобы какая-то стабильность была в регионе. Азербайджанцы, судя по тому, что они действуют быстро, они, видимо, думают, что, может быть, правда какая-то стабильность наступит. Поэтому, пока она не наступила, давайте попробуем откусить те куски яблока, до которых зубы дотянутся. Ну, вот примерно такая задача. Для того, чтобы с этим работать, нужно работать. МИД, например, нужно иметь неплохо бы. Армию нужно иметь тоже неплохо бы. Хорошо бы, не помешало бы пограничную службу иметь. Ну, и много других всяких интересных игрушек. Идеи про то, что европейцы посерьезно могут здесь заменить региональные державы, мне кажется, не очень релевантные. Это очень грустно слышать людям в некоторых ереванских кафе. Но это, к сожалению, или не к сожалению, я не знаю, это действительно так. Соответственно, на сегодняшний день нужно делать, что делаешь для того, чтобы тушить пожар. Но кроме этого, нужно делать еще что-то. Как в том анекдоте про то, что ты хотя бы лотерейный билет купил бы. На бога надейся, верблюда к дереву привязывай, как арабы говорят. То есть, вот вместе с этим хорошо бы попробовать поработать над институционализацией, над приобретением ресурсов, над приобретением голоса вообще, чтобы можно было разговаривать, чтобы за твоей спиной было какое-то государство по-серьезному. Это, если будет делаться, то тогда все те вещи, которые происходят прямо сейчас, они могут восприниматься как временные, так как сейчас надо что-то сделать. Главная задача, главная проблема вообще политики в нашей стране, в Армении, это то, что все работают в короткую. Вот дожить до получки, вот пройти вот эти выборы, пройти в парламент, сделать это, перспективы больше, сделать то и так далее, перспективы больше двух-трех месяцев ни у кого нет. А работать в долгую надо. Надо видеть перед собой перспективу не того, что вот сейчас русские встанут и будут там стоять, а о том, а что будет через 20 лет. А какова будет, вот вы мне, если зададите вопрос, а какова будет Россия после Путина? А что будет в Турции после Эрдогана? Я скажу, я не знаю. Я такой вопрос не задам. Не надо. К этому нужно готовиться, это нужно как бы понимать, это нужно делать и так далее. Вот если это тоже будет делаться, то, ну в общем, то, что сейчас... Но у меня есть последний вопрос. Остановить это может... Это может остановить тот субъект, который... Понятно, но в политике это одно и то же. Не хотите не уметь в политике это одно и то же. Это может сделать тот субъект, который должен укрепиться, армянское государство. Даже если для этого будут привлекаться русские, французы, я не знаю кто, хоть патагонцы, кокетские, марсиане, да. Но для того, чтобы этих марсиан привлекать, для того, чтобы с этим работать, нужно иметь возможность это делать. Понимаете, если стоит передо мной стакан с вином очень вкусным, который я хочу увидеть, у меня должна быть рука для того, чтобы этот стакан взять. Как минимум. Как минимум. Ну, рут еще дату. Рут у всех есть. А вот с руками иногда не получается. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok